Появился охотник за животными. Он отстреливает кошек и собак из пневматического оружия. Количество убитых и раненых животных исчисляется десятками. Местные жители подозревают во всем своего соседа. Говорят, все выстрелы были сделаны именно из его окон. Все подробности у Юлии Федоровой. Без хозяйского присмотра кот Степа из дома выйдет не скоро. Слишком опасно. Последняя его прогулка по окрестностям закончилась пулевым ранением и операцией. Пуля не задела жизненно важные органы, а прошла только под кожу и остановилась на уровне ребра. Ветеринарам чудом удалось спасти животное. Разробила лопатку и прошла дальше. Вот она. Кому пришло в голову стрелять в беззащитное животное, хозяйка Наталья Кравченко понять не может. Впрочем, не только она. У соседского кота пуля угодила прямо в живот. Спасти его не удалось. В голове пуля и этот самый. Вон еще кровь на этом самом осталось, на шифере кровь. Потому что он здесь лежал и он его убил, наповал сразу. Снайпер объявил настоящую войну братьям нашим меньшим. От рук живодера за последние месяцы пострадали десятки домашних питомцев. И неизвестное количество бездомных собак и кошек. Он застрелил нашего самого любимого кота. Абсолютно безобидного. До невозможности любимого. Ребенок в истерике. Потому что вырос этот кот на ее руках. В общем, это все практически на глазах. Дети в истерике. Они прибежали сюда, увидели это все. Девочку, внучку вообще не могла успокоить до вечера. У него истерика. Она говорит, бабушка, а что он, если всех котов постреляет, он за нас возьмется? Жители не только возмущены поведением стрелка, но и напуганы. Ведь пострадать от пули могут не только животные. Это происходит в дневное время, когда во дворе гуляют дети, находятся люди. То есть его это совершенно никак не останавливает. По словам местных, стреляют с близкого расстояния с одной и той же точки. Скорее всего, из пневматического оружия. Это именно пули 4-миллиметровые. Это не вот это, что была воздушка в этом самом тире. А это 4-миллиметровые пули. Это либо пистолет с оптическим прицелом, либо это винтовка с оптическим прицелом. Как предполагают жильцы, огневая позиция у охотника на животных вот у этого окна. Но на контакт их сосед не идет. И все обвинения отрицает. Здесь живет только он. Больше никого в этой области на уровне, так чтобы была стрельба по крыше, просто никого нет физически. Он просто, думаю, развлекается. Может, для него это такой тир над котами. Жильцы подали заявление в полицию и хотят добиться, чтобы снайпера привлекли к ответственности. По факту стрельбы открыто уголовное производство.